Здравствуйте, я Екатерина Коломеец. Это программа «Актуальное интервью». Сегодня побеседуем с главным врачом 9-й городской больницы в Балаклаве Еленой Васильевной Волковой. Здравствуйте, Елена Васильевна. Здравствуйте. Как в 9-й городской больнице реализуются национальные проекты? Согласно майским 2018 года указам президента о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года, наша больница, как и здравоохранение Севастополя, участвует в реализации данных проектов. И первый из них, который касается здравоохранения всей Российской Федерации, в частности Севастополя, это нацпроект «Здоровье». Туда входит несколько направлений. Одно из них – это профилактика и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На данный момент и в Российской Федерации, и во всем мире, к сожалению, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стоит на первом месте. Также у нас в больнице половина потерь составили именно проблемы, связанные с сердечно-сосудистой патологией. И профилактика этой проблемы, выявление на ранних стадиях тех заболеваний, которые способствуют прогрессированию или возникновению тех заболеваний, такие, например, как гипертоническая болезнь, ожирение, вредные привычки, сахарный диабет, диагностика, правильное назначение лечений, а также в рамках национального проекта бесплатное обеспечение данной категории препаратами медицинскими ведет к снижению заболеваемости, а в результате и смертности. Такие грозные заболевания, как инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, они приводят, если человек живет дальше, то он может жить с потерями, то есть приводит к осложнениям, такие, как хронические формы, либо ишемической болезни сердца, либо нарушение мозгового кровообращения, которые, конечно же, человек живет уже по-другому, качество жизни его страдает. И затраты государства на преодоление вот этих проблем становятся значительными. То есть общество, безусловно, во главу угла должно ставить задачу снижения вот этих вот заболеваний, а каждый житель должен понимать, что государство борется за него и хочет, чтобы человек жил счастливо и занимался совершенно другими проблемами, которые строить, растить детей, учиться и так далее, и так далее. Борьба с онкологией. Онкология, к сожалению, заболевание, которое может встречаться тоже у каждого, и стоит на втором месте по смертности. И что значит борьба с онкологией? Это, прежде всего, приверженность к профилактическим мероприятиям. Это нужно на ранних стадиях выявить фоновые заболевания, выявить те заболевания, которые на начальной стадии лечатся, и излечивание происходит на 100%, а потом, к сожалению, это все борьба со значительными затратами, как для самого пациента, так и для государства. И в рамках, опять-таки, происходит замена и приобретение оборудования, то есть приближение помощи к населению. Что это значит? Если мы выявляем, мы можем послать пациента сделать какую-то минимальную операцию, назначить после этого лечение, если это ставится на ранних стадиях, и тем самым предотвратить само возникновение этой грозной патологии. Опять-таки, направление в этом нацпроекте – это приближение первичной медицинской помощи, медико-амбулаторной помощи к населению. И это очень большая проблема, как у нас в больнице, как у нас в городе, так и в Российской Федерации в частности. Прежде всего, это касается кадров первичного звена. Второе – это, опять-таки, люди, живущие, должны понимать, что нужно идти в поликлинику, нужно обращаться к своему участковому терапевту и знать его, и дружить с ним, потому что он может помочь в любой момент. И что мы делаем для того, чтобы облегчить попадание к терапевту? Это запись, облегчить запись. Это информаты, это запись через госуслуги, запись «Доктор-92». Это, опять-таки, у нас в поликлинике стоит администратор, который может помочь по информату записать, кто не понимает. Это создание колл-центра, централизованный колл-центр. То есть мы пытаемся людей облегчить им попадание и провести их, во всяком случае, если человек зашел в поликлинику, чтобы он не потерялся, чтобы он был каким-то образом сразу вовлечен в этот процесс обследования. И, конечно же, я ко всем обращаюсь, жителям Севастополя, жителям нашего района. Это нужно себя любить и, конечно, приходить на профилактический осмотр и диспансеризацию. Вот в данный момент это самое главное. Я считаю, что это наша даже обязанность, как активных граждан нашей страны, в общем-то, поддерживать и президента, и поддерживать наше здравоохранение. И самое главное – поддерживать себя и думать о своей семье. Насколько больница укомплектована новым оборудованием? В 2019 году мы получили оборудование на 110 миллионов. Это такое оборудование, как компьютерный томограф. Он у нас установлен в конце 2019 года. Сейчас мы проходим стадии получения экспертизы, для того, чтобы мы начали на нем работать. Это такие немножко бюрократические моменты, но без разрешения, к сожалению, работать мы на нем не можем. Значит, аппарат, который позволяет нашему учреждению встать на другую ступень, так сказать, своей значимости и своей возможности в диагностике и лечении. К сожалению, у нас вышел из строя маммограф, и полтора года мы были без этого аппарата. Приходилось направлять женщин в другие лечебные учреждения. Сейчас у нас стоит маммограф. Что изменилось после слияния двух медицинских учреждений? Известно севастопольцам, что мы объединились с шестой больницей, которая находится в Анкермане, и там тоже сейчас устанавливается томограф. То есть жителям максимально будет приближена вот эта диагностическая составляющая. Это очень важно для женщин. Хотя иногда и мужчины могут проходить там обследование. Следующее. Мы получили аппаратуру для реанимационно-анестетологического отделения. Это дыхательные аппараты 4 штуки, это наркозные аппараты 4 штуки, это мониторы для поликлиники, для детской поликлиники, для окулистов мы получили оборудование. И вот все это вместе взятое, конечно, позволяет с оптимизма смотреть в будущее, потому что без оборудования, современная медицина, ну, мало что стоит. Мы разговариваем, конечно, и слово это очень много значит врача и любого медицинского работника. Но чтобы точно и правильно поставить диагноз и понимать, куда идти, конечно, оборудование очень важно в нашей медицине. Расскажите о коллективе. Насколько укомплектован штат сотрудников? Мы стараемся здесь привлечь кадры, но не всегда это получается. Можем, конечно, похвастаться, что в нашей первичной амбулаторной помощи именно взрослого населения из 10 участков у нас укомплектованы 8. Это большое достижение. Но присоединившаяся 6-я больница, у них из 8 участков всего 4 терапевта. И, конечно, нам с этим приходится и считаться, и что-то в этом направлении делать. Мы хотим сказать, что в этом году мы подали на квотирование. Что значит квотирование? Это выделение миллиона для врачей и 500 тысяч для фельдшеров из бюджета Севастополя денег, так называемых, либо подъемных, но которые они могут использовать для приобретения жилья, либо нанимать жилье и так далее. И мы хотим, нас уже, так сказать, включили в списки. Это 3 терапевта участковых, это педиатр, это врачи-рентгенологи, это врачи-узисты. То есть те врачи, которых нам действительно не достает. Потому что с колоссальной нагрузкой работают те кадры, которые, в общем-то, сейчас есть. Сейчас к нам пришли, вот в марте месяце, два фельдшера. Мы счастливы этим. Почему? У нас 8 ФАПов, сейчас уже 3 амбулатории семейной медицины, которые располагаются в сельской местности. И, безусловно, ФАПы мы построили, но надо укомплектовать кадрами. Кроме того, фельдшера значительно помогают в самих поликлиниках. Это выезды на дом, это кабинеты неотложной помощи, это кабинеты диспансеризации. То есть мы почувствовали действительно большую помощь от того, что фельдшера практически укомплектованы у нас, хотя текучесть, безусловно, есть кадров. И то, что к нам сейчас пришли два фельдшера, мы очень надеемся, что вот они вольются в наш коллектив и будут достойно и помогать нам, и с больными, в общем-то, принимать участие в оказании первичной медицинской помощи. Прежде чем возглавить медицинское учреждение, вы работали заведующей гинекологического отделения. Что бы вы пожелали севастопольским женщинам? Свою специальность я не оставляю. И я 10 лет уже как главный врач мне в этом году такая дата. До этого я возглавляла в нашей же 9-й больнице отделение гинекологии. И, безусловно, это моя любовь, эта специальность. Я люблю ее за многогранность, наверное. Люблю женщин. И очень хочу, чтобы они были здоровы. Потому что женское здоровье это не только женское здоровье. Это все объеблющие понятия. потому что здоровая женщина, счастлив мужчина, который находится рядом с ней. Счастливы дети. Они вообще могут появиться на свет благодаря здоровью женскому. И быть счастливы, потому что мама улыбается. Потому что мама может в семье нести покой, нести вот эту улыбку. В преддверии праздника, наверное, надо поздравить наших севастопольских женщин. А также женщин-медиков. Потому что основная когорта в медицине это женщины. И пожелать им в этот преддверии нашего женского праздника весеннего здоровья, конечно, благополучия, счастья, мира. Пожелать, чтобы глаза улыбались, чтобы в душе тоже была весна. чтобы всех люди, кто вас окружают, ваши родные, близкие, также рядом с вами были счастливы, здоровы. С праздником, дорогие женщины! Елена Васильевна, спасибо за беседу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.